Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас интереснейшие покупочки в Wildberries Озон Яндекс.Маркет, а также рандеву. Итак, поехали! Покупочки Яндекс.Маркет. Здесь у нас корм Вискос. 28 штук. Влажный корм в пакетиках. Очень выгодно был. 500 с чем-то рублей. Это рагу. У меня кот любит исключительно рагу. Кофе Жардин. Опять рассказывала вам, что брала до этого на Озоне по акции. Теперь самый бюджетный вариант нашла на Яндекс.Маркете. По 75 грамм. Мне нравится по крепости. Пятерка и четверка. Вообще кофе классный. Пересыпаю в баночку. Ну, нормальный. Нормальный кофе. Он не горчит, он не кислит. Он достаточно крепкий, как бы и бодрит. Меня вполне устраивает. 150-160 рублей. 75 грамм. Это нормально, я считаю. Потому что кофе в магазинах сейчас стоит очень бешеных денег. Так, дальше что? Дальше взяла вот такое вот до места. Я очень люблю оранжевый. Вот прям обожаю. У него такой аромат классный. Я не помню, брала я когда-нибудь сиреневый или нет. Но оранжевый везде что-то. На всех маркетплейсах сейчас стоит бешеных денег. Вообще до места он самый долгоиграющий. Минимум дней 10 держится одна вот эта вот подвесочка. Долго он не вымывается. В общем, самый долгоиграющий. И самый ароматный. И унитаз от него тоже дольше чистый. Поэтому вот из всего, что я пробовала, это самый-самый люкс. И вот за 300 где-то 60 рублей взяла на Яндекс.Маркете тоже самая бюджетная цена. На Новоберес вообще какие-то дикие цены. Сейчас надо место. На него бывают скидки. Я помню, до Нового года по 298 рублей за три штучки можно было хватить. Сейчас вот таких цен, к сожалению, нет. А запасы все позаканчивали. Сейчас открою, понюху. Слушайте, а очень вкусно. Здесь вот нарисованы ягодки. И действительно, вот там вот на пачке, это какие-то ягоды лесные, плюс какие-то цветочки. Мне очень понравилось. Очень классный, яркий, насыщенный аромат. Такие сладкие ягодки. Немножко кислинки и какие-то вот цветочки. Вот корм открыла. Это рагу, индейка и кролик. Именно индейка и кролик был дешево. Поэтому взяла. Нам очень надолго хватит. Я даю не каждый день. Как лакомство. Поэтому вот за 500 рублей пачку купила. В общем, на месяц, наверное, хоть. Ну, недель на три точно. Вот такие вот покупочки. Такая красота мне пришла с рандеву. Это топ новогодних ароматов для него взяла, для мужа. На зиму потестировать, посмотреть. Может быть, появятся у него какие-то любимчики. Будем заказывать полноразмерки. Итак, поехали. Смотрите, какая здесь подборка. Очень-очень считаю, крайне удачная. Прямо на все возраста и на любой вкус. Мне, если честно, понравились больше всего Байре. И предпоследний аромат. Вот этот вот я даже Вильельм Парфюмер. Блэк Цитрус. Ну, очень красивый. Муж у меня непривередливый, поэтому ему понравились все. Но я со своей женской точки зрения могу сказать, что они все действительно интересные, все действительно классные и все абсолютно разные. Вот я не ожидала от Байре до такого аромата, на самом деле. Мужский аромат я, по-моему, никогда еще от этого бренда не тестила. И мне прям очень понравился. Знаете, он такой... Он такой мужественный. Он такой мужественный. Вроде есть немножко и кожи, немножко табака. Но вот все как-то в целом перемешалось. Получился такой мужественный аромат. Вот он как раз на 20-летних ребятах. Его не представляю. Его вот на постарше. На 20-летних, знаете, что представляю? Вот этот вот аромат Серджио. Сережа, в общем. Вот этот аромат Сережи на молодых представляю. Последний аромат на молодых представляю. И вот этот парфюм Демарли. Я вообще из этих парфюмов не знакома ни с одним. Но они все очень интересные, вкусные, обволакивающие, зимние. Вот прям до апреля подойдет точно. Здесь нет ни одного приторного аромата, прям такого сладкого, слащавого. Но в то же время сладкие ноты прослеживаются, допустим, в аромате табака. Мне понравился. Здесь нет явного табака. Здесь очень вкусный букет, где я лично чувствую какую-то ванильку. Такую небольшую, но мужественную, классную, здоровскую, обволакивающую. Вместе с табаком перемешанную. Но табак, вот он здесь не табак. Он такой вот красивый. Знаете, такая дорогая сигара. Дорогая сигара со вкусом ванили. Вот так могу описать. Так, ну что, мои хорошие, я вам рассказала свои впечатления. На аромабоксы, на рандовую часто бывают скидки. Особенно сейчас заканчивается зима, наверняка будут на зимний. Поэтому смотрите, мне безумно нравится этот формат. Чтобы познакомиться с парфюмами, выбрать для себя любимчиков, прям вот классно. Ну и, конечно, то, что здесь пробники с распылителем по полтора миллилитра. Это позволяет оценить аромат в полной мере. Потому что я терпеть не могу вот эти пробники, которые мазюкалки. Там вообще ничего не понятно. Там надо вылить, дать настояться. И потом как-то вот можно еще более-менее проследить аромат. А распылители, когда это вообще очень здорово. Как всегда, я вам оставлю промокод на скидочку. Он до 10%. При покупке от 2,5 тысяч пропишу в инфобоксе. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Вообще, аромабоксы это безумно крутой и удобный формат. В покупке Озон вот такие пивные дрожжи. Беру, кстати, второй раз. Вот прошел ровно год. Это для кота. Прошел ровно год и решила еще раз продавать, потому что немножко лезет шерсть. Он, в принципе, никогда особо не линял, но вижу, что чуть-чуть лезет. Прошел год после первого курса. И вот взяла на второй курс. Показываю вам состав поближе. Здесь пивные, видите, дрожжи сухие, кальций, магний, железо, лактоза. И вот так они выглядят. Здесь 60 таблеток, и на упаковке написано, рекомендуется по 2 таблетки 3 раза в день. Но он столько не съест. Я ему во влажный корм замешиваю по 2 таблетки. И так он съедает самостоятельно, он их есть почему-то не хочет. В прошлый раз, год назад, на месте, где он в основном всегда спит, иногда остается немного шерсти. А по факту, по дому, ее практически нет, не было никогда. И после того, как мы эту баночку пропили, на месте, где он спит, не шерстинки, все отлично, все замечательно. Сейчас вот тоже он на диване в одном месте спит, и несколько волосиков можно найти. И когда гладишь, его тоже на руках несколько волосиков остается. Поэтому будем пропивать курсом. Вообще вещь неплохая. В прошлый раз нам понравилось. Поэтому я прям по своей старой ссылке их и заказала, не стала искать больше нигде. Будем пить. Купочки Валбереса. А тут у нас что? Купила такие вот насадки на швабру. К моей швабре, к сожалению, насадок нет в наличии. Взяла другие. И здесь у нас с вами 4 штуки. И они по 200 рублей. 200-210 рублей. Вот так. Ну, вообще, в общем, дешево. Я надеюсь, что сейчас подойдут. А у этих насадок, они такие же красненькие, как мои, только вот серая окантовка. Плохие отзывы в последнее время. Почему? Потому что я так поняла, судя по всему, раньше были карманчики вот такие вот, видите? С двух сторон. А сейчас их стали делать с одной стороны, со второй нет. Но в моем случае мне нужны с одной стороны, потому что у меня карманчики только с одной стороны. Дальше у меня по всему периметру липучки. Сейчас попробую, тогда скажу, поход подходит на швабру на мою или нет. У меня изи-клин. Так, вот моя старая насадка. Вот они по качеству. Сейчас покажу вам, попробую. Передает камера. Они по качеству очень похожи. То есть такая мягкая, мягенькая микрофибра. Вот. Но у них быстро приходит в негодность вот эти вот карманчики, как раз, с помощью которых наша лабора надевается. Так, вроде по размеру все отлично. Сейчас попробуем одеть. Делаю, кстати, хочу сказать, карманчики на родных. Ну, нет, наверное, послабее все-таки. Быстро они почему-то рвутся. Ну, ладно, не суть. Важно, в принципе, за 200 рублей, если 4 насадки, это вообще шикарно. Вот эти у меня по всему периметру липучки. Причем вот эта вот липучка у меня уже отлетала, я ее на клеймомент посадила. И все отлично, замечательно. По размеру, в принципе, тоже вообще шикарненько. Для моей швабры подошло и даже немножко подлиннее. Но сейчас после первой помывки она немножко подусядет, хлопок, и будет прям точно по размеру. Замечательно, я рада. Я боялась, что не подойдет по размеру. Нет, вообще прям шикарно. Дальше бумага-светокопия. Я беру только ее всегда. Здесь у нас 500 листов. И вот самая бюджетная, очень тяжелая, она была на Валберс. Хорошо пришла, кстати, упакована. Пупырку, классическая белая бумага, 500 листов. За 300, 80 где-то, по-моему, рублей самую дешевую нашла. А это повторная покупка. Это у нас варежки. У нас уже такие есть. Вот как раз сейчас покажу. На батарее сохнут. Взяла абсолютно такие же, только розовые. Тоже светленькие, потому что очень понравились. 218 рублей цена вопроса. Понравились безумно. И поэтому на следующий год пригодятся. Пусть будут за 200 рублей такие варежки не купишь. Вот они как выглядят. Это такая вот светлая розовая пудра. Камера вам почему-то не передает этот цвет. Первый у нас вот такие вот сиреневые. Внутри мех. Причем довольно обильный, мягенький, плотненький. Все, ручки не мерзнут. Фиксируется варежка с помощью липучки на руке. Есть вот такая вот, как вязаная, да, манжетка. Мне очень понравились. Прям вот вообще идеально. Мы до этого за 400, за 600 брали. Такой Г. И рвутся быстро. Эти не рвутся. Вот носим. Все прекрасно. Все отлично. Поэтому взяла еще. Сейчас, наверное, посмотрю. Возьму третий. Ну, потому что это такой расходный материал. Все равно дети на улице проводят много времени, слава богу. И быстро рвутся. Вот у нас такие почему-то. Но вот эти прям вот вообще к ним никаких нареканий. Нигде даже швов там вот не видно, чтобы растянулся, разошелся. Очень класснючие. Прям рекомендую. Дальше у нас с вами ручки. И интересная очень штука. Интересный гаджет. Везде нашумело. Увидела его дешево. Сейчас покажу. Будем с вами проверять, как работает. Ручки ехали вообще как из Америки и до сих пор не приехали. Я сейчас отказалась от них, потому что те, которые заказала после, пришли через день. Ну, вот где-то застряли. Ручки вроде девочки хвалили в Телеграм. Сейчас откроем, посмотрим. Тут толщина пера 0,5. Школа вообще 0,7. Рекомендуют, по-моему, или 0,6. Но вот девочки хвалили, сказали хорошие. Сейчас проверим. 12 ручек. Цена бюджетная. Действительно, очень неплохие ручки. И на каждой ручке, смотрите, вот такая вот пипочка. Я ее сняла и попробовала. Он зеленый. Сейчас открою, малыш. Крис уже две ручки забрала. Я ее сняла и попробовала зеленую, как она пишет. Нормально пишет, хорошо, тоненько так. В руке тоже, в принципе, держать удобно. Поэтому ручки имеют место быть. С клапачками. Такой вот лаконичный, приятный дизайн. Нормально. Это у нас овощечистка со встроенным контейнером. Цена вопроса 100 рублей. Поэтому взяла. Дороже бы, если честно, не взяла. Потому что отзывы прям различные. Пришла нормально так в коробочке в пупырке. Производитель написано Китай. И вот что из себя представляет. Они разной формы бывают, насколько я поняла. Здесь вот такая. Вот как бы встроенная в контейнер овощечистка. Мы чистим, и у нас весь мусор собирается в контейнер. Не очень, кстати, большой. Пластик такой, ну, обычный, средненький. Хочется попробовать. Хочу попробовать именно на картошке, потому что морковку и так достаточно удобно чистить. Сейчас посмотрим. Морковка, кстати, снимается. Вот так открывается. И лезвие сейчас потрогала. Очень острые. Прямо тоже больно докасаться было. Попробовать на яблоки все-таки. Нормально. Вы знаете, нормально. Потому что яблоко прям такое вот жесткое еще. Вот так вот почистилось. То есть все очистки нормально. На пол ничего не отлетело. На стол ничего не отлетело. И яблоко почистилось. У меня крест любит чищенное. Ну, в целом, так, достаточно тоненько. Острая. Конечно, как затупится. В принципе, я не знаю, как вот заточить это все дело. Так нормально. Нормально. С учетом того, что яблоко было жесткое. Картошка даже, наверное, полегче будет чиститься. Ну, морковку вообще удобно чистить всегда. Ну, и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки, как всегда, в инфобоксе. Промокод на скидку 10% на рандеву тоже там. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok